Очень много знакомых лиц, с которыми мы уже неоднократно и недвукратно даже встречались. Большое спасибо Галине Борисовне за такую возможность предоставленную, за тёплые слова и вообще за всё-всё-всё, что в моей жизни произошло с её появлением в 1996 году. В моей жизни, когда я зашла в аудиторию, увидела, как она читает лекцию по парадонтальной хирургии, поняла, что больше ничем я в своей жизни не хочу заниматься, кроме как... Шестом? Да. Седьмая аудитория Первого медицинского института. Да-да-да, это когда я показывала... Это ваша была первая пробная лекция, когда вы пришли что-то рассказывать студентам, хотя вы уже работали с докторами в институте повышения квалификации, да, вы пришли в альмаматор почитать вот эту пробную лекцию, я случайно просто шла мимо и зашла на ваш голос. Произошла вот такая вот ситуация в 1996 году, 22 года назад это было, получается. С тех пор парадонтология является не только смыслом в моей жизни, наверное, но и любимой-любимой профессии, в которой столько всего еще можно сделать, придумать, изобрести, что творчество двигает этот процесс. Поэтому, Галина Борисовна, огромное спасибо, вечная-вечная признательность моя. Наше дальнейшее сотрудничество, так вот, оно плодотворное продолжается. Дорогие доктора, коллеги, очень приятно, что вы в воскресенье в 9 утра все приехали к нам, вместо того, чтобы отдыхать и быть со своими близкими. Я надеюсь, что мы сегодня раскроем какие-то интересные для вас области знаний, кто-то, может быть, что-то повторит для себя, кто уже был на предыдущем курсе. В любом случае, сегодня абсолютно новая программа на базе, естественно, классических, фундаментальных техник и методов. Сегодня мы будем с вами разговаривать в первой половине дня о лечении одиночных рецессий в области зубов. Это то, что нас ждет до обеда. Мы рассмотрим две техники достаточно подробно. Я покажу их сама на мастер-классе на биологической модели. И таким образом уточним все детали, которые, может быть, где-то были скрыты от вас. Также мы сегодня в конце дня рассмотрим некоторые новые возможности применения вот этих вот методов при различных сочетанных патологиях. Как правило, это будет взаимодействие с врачами-ортодонтами. Это то, о чем мы еще пока не говорили. Ну, то, что, здравствуйте, является достаточно важным и актуальным в нашей повседневной клинической практике. И также я бы хотела рассмотреть очень подробно в этот раз осложнения, с которыми, наверное, после, может быть, двухлетней давности курса, трехлетней, кто-то начал сталкиваться, появились вопросы, я надеюсь. И это было бы очень интересно об этом поговорить. Ну и так мы готовы начать с одиночных рецессий. Я сейчас хотела бы уделить внимание ваше... Посмотрите, пожалуйста, на экран. Вспомните, кто уже был сокращение, которым мы будем сегодня пользоваться. Это то, что будет сегодня постоянно на слуху, на экране. Поэтому, пожалуйста, обратите на это внимание. Обращаясь к тому, что вы получили на руки. У нас сегодня с вами будет немножко такой формат. Для вас может быть интересный. Я вам предлагаю воспользоваться раздаточным материалом для того, чтобы прорисовать вместе со мной всю технику. Для того, чтобы вам было... Мы все мануалисты-стоматологи. Нам, когда мы руками пробуем, намного проще потом, да, перенести технику с модели в рот пациента. Поэтому это такой интересный прием. Мне кажется, что он очень помогает в понимании того, что вы делаете потом во рту. Если с сокращениями все ознакомились, я тогда расшифрую и каждый проговорю. Еще раз я не убираю слайд, для того, чтобы дать вам возможность еще раз все это закрепить у себя. Ширина кератонизированной десны, или ее иногда называют ширина прикрепленной десны, это вертикальное измерение, вы все помните, да? Начинается оно от свободной десны, от границы, и до мукогенгивальной границы. Прикрепленная или кератонизированная всего лишь расхождение перевода с английского языка, никаких каких-то кардинальных особенностей, они и отличий друг от друга не имеют. Единственное, что кератонизированная десна, если разбираться гиостологически, там будет просто большее количество кератоноцитов, которые на поверхности образуют вот этот вот красивый, попурчатый слой такой для фотографии именно. Клинический не несет это никакого значения. Поэтому мы будем говорить, возможно, таким привычным языком для вас. УКП. Уровень клинического прикрепления, это прикрепление всех тканей, начиная с костного пика. То, от чего мы отталкиваемся, потому что высота костной ткани в области рецессии диктует ее прогноз и успешность ее лечения. Глубина зондирования, это понятно. Мы партонтологическим традуированным зондом измеряем глубину зубодесневой борозды. Глубина рецессии измеряется от цементно-эмалевого соединения до зенита рецессии, то есть высшие его точки. Цементно-эмалевое соединение, свободный тканевой трансплантат и свободный доэпитализированный трансплантат. Мы о них поговорим. Я немножко выделила в этот раз презентацию этот локус, потому что достаточно просто интересны эти расхождения. И мы поговорим о том, к чему мы сейчас пришли. В общем-то, во всем мире партонтологи пользуются свободным десневым детапилизированным трансплантатом уже на сегодняшний день, потому что есть нюансы забора. И толщина кератинизированной десне. Очень важный показатель, о котором мы будем сегодня достаточно много говорить. А в самом конце сегодняшнего дня нас ждет еще обсуждение дистрофических процессов в области имплантатов. И там вот этот последний показатель выйдет просто на первое место, и мы будем все время пользоваться данным сокращением. Ну и мы пройдем по классификации Миллера, которая до сих пор рекомендована в ВОЗ с 83-го года. Она на сегодняшний день является базовой для всех рецессий. Никаких других более интересных классификаций не было предложено. Она является не совсем полной возможной. Есть множество показателей, которые она уже не учитывает. К этому, конечно, привело развитие продентологии как таковое, развитие вообще стоматологии, как науки, не просто как прикладной медицины. Поэтому мы сегодня все равно основываемся только на классификации рецессии по Миллеру. С учетом тех фактов и нюансов, и признаков, которые в нее не входят. На слайде вы видите показатели, которые мы только что все обсудили. Вполне они, в общем, ясны всеми. Вы все клинически уже подкованы в этом вопросе. Поэтому на вот таких зубах, а не на картинках, вам, наверное, проще определить класс рецессий. Начнем мы с первого, естественно. Первый класс рецессий подразумевает наличие прикрепленной десны опекальния рецессии. Что это значит? Что над зенитом рецессии, после свободной десны, начинается зона прикрепленной десны. То есть ширина кератинизированной десны, какая-либо, хоть она полмиллиметра, но она есть. В любом случае, это будет первый класс. На этом экране всем же видно, да, хорошо? Ну, прекрасно. Значит, смотрите, о чем мы говорили с вами. Вот первый класс рецессии. Это зона свободной десны, прикрепленная или кератинизированная десна, цементно-эмалевое соединение, уровень клинического прикрепления, и сама глубина рецессии. Почему это первый класс? Сосочки все сохранны, прикрепленная десна над зенитом опекальния рецессии. В принципе, глубина рецессии на класс никак не влияет. Здесь имеет значение всегда, есть ли прикрепленная десна над зенитом рецессии. Второй класс. Прикрепленный десны нету здесь. Мукогенгивальная граница сразу. Вот видите, где помечено? Вот здесь заканчивается глубина зондирования, а вот здесь начинается мукогенгивальная граница. В этом отличие первого класса от второго, что всегда очень просто определить. Как только вы оттягиваете хорошенечко слизистую, вы видите мукогенгивальную границу, и при зондировании вы понимаете, что ваш зонд фактически упирается уже в границу мукогенгивальную. Вот здесь виден второй класс очень тоже хорошо. Чем интересен данный курс? Мы с вами живем во времена, когда нас прессингуют в части необходимости применения современных импортозамещающих технологий. Вот здесь сидит очень такой уже преданный нам доктор Зульфия Бунисова, которая работает много-много лет только в одной и той же поликлинике, стоматологической, города Санкт-Петербурга. Есть еще один доктор, Людмила Александровна, которую я не знаю сколько знаю, ну, наверное, лет 25, да? Наверное, примерно так. И могу сказать, что она тоже верный, верный, такой преданный доктор поликлинического комплекса. Но она тоже, она интересовалась, она искала новые пути, применение каких-то новых технологий. И сказали, ну, года через полтора, мы, может быть, это купим. Поэтому то, что сегодня представила Мария, она на самом деле уже практически без пяти минут ученый-кандидат медицинских наук. У нее есть патенты на те материалы, о которых она сегодня рассказывала. У нее очень большой клинический опыт применения этих препаратов. Вы, наверное, заметили фразу, да? Она сказала, а я ничем другим, кроме этих материалов, не пользуюсь. Значит, мы можем доверять всецело тому, что она нам сегодня сказала. И, конечно, это маленькая часть того, что она на самом деле делает в своей практике. Поэтому я желаю вам всяческих успехов. И спасибо вам, что вы так мужественно выдержали сегодняшний марафон. Спасибо Алексею, спасибо Екатерине, спасибо Анастасии, спасибо... Где Даша? Даше, я так понимаю, что у нее сегодня боевое свещение, да? Но во всяком случае, спасибо всем стоматологам и не стоматологам, которые сегодня провели целый день вот здесь вот, да еще и в день стоматолога, почти в день стоматолога. Да, поэтому мы вас всех поздравляем еще раз с днем нашей любимой специальности и желаем вам успехов. Спасибо. Здравствуйте, меня зовут Андрей Владимирович Смельяков. Великолепна подача информации, организация, проведение и с удовольствием посещу и буду посещать в дальнейшем циклы. Спасибо, Мария Александровна, Алексей Николаевич. Мастер-класс прошел замечательно, Мария Александровна, как всегда, умничка, все доходчиво объяснила и как она это все попыталась максимально изложить всю информацию, чтобы это было доходчиво нам. Спасибо большое организаторам, приходите, не пожалеете. Все было хорошо, на высшем уровне. Спасибо. 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 Спасибо.